Европа в начале нового времени Многие исследователи связывают начало раннего нового времени с великими географическими открытиями, достижениями эпохи Возрождения и Реформацией. В конце XV-XVI веков Европа совершила мощный рывок в своем экономическом развитии. Появились новые способы ведения хозяйства, совершенствовались орудия труда, в промышленном производстве все шире использовалась энергия ветра и воды, в текстильном возник новый тип предприятия – рассеянная мануфактура. Резко выросли масштабы торговли, прочные экономические отношения связали между собой различные районы Европы. Возникли новые центры внешней торговли – Париж, Леон, Лондон, Антверпен, Амстердам. В этих же городах создавались крупные банки и биржи, торговые и финансовые компании. На биржах торговцы заключали сделки на крупные партии товаров. Стали появляться люди нового социального типа – предприниматели. Торговый капитал, который вкладывали в промышленность, стал приносить существенные доходы. Натуральное хозяйство уступало место товарному. Земля, которая в средние века была главным показателем богатства и власти, уступила свое место деньгам. Европейская экономика стала испытывать нужду в благородном металле и в новых рынках сбыта своего товара. Великие географические открытия – это период в истории человечества, начавшийся в XV веке и продолжавшийся до XVII века. За указанный период европейцы открыли много неведомых до этого земель. Они добрались до Юга Африки, а обогнув ее, доплыли до Индии. Были открыты Америка и Австралия. Эти открытия не только обогатили знания европейцев о других цивилизациях Земли. Они установили с ними торговые связи, начали освоение открытых земель. С этого времени история человечества постепенно переставала быть историей обособленных цивилизаций. Одной из главных причин, которая привела к великим географическим открытиям, было бурное экономическое развитие Западной Европы в позднем Средневековье. В Западной Европе стремительно росло число мануфактур и все больше производилось товаров. Европейцы искали новые рынки сбыта для своих товаров. Турецкие завоевания на Востоке Средиземноморья привели к тому, что торговать с Востоком стало опасно и невыгодно. Слухи о несметном количестве золота и пряностей на Востоке толкали европейцев на рискованные путешествия. С появлением быстроходного судна «Каравеллы» и прибора «Астролябии» стали возможны дальние морские путешествия. Первыми к великим открытиям приступили португальцы и испанцы. Короли этих государств были заинтересованы в новых доходах для казны. После окончания реконкисты в Испании и Португалии оказалось много свободных воинствующих и дальга, содержать которых казна не могла, а в их услугах государство больше не нуждалось. В 1487-1488 годах мореплаватель из Португалии Бартоломео Диаш в поисках морского пути в Индию достиг южной оконечности африканского материка – мыс, который он назвал «мысом доброй надежды». Продвижение португальцев вдоль африканского побережья к югу вынудило испанцев искать другой путь в Индию. Моряк из Генуи Христофор Колумб убедил испанскую королевскую Чету отправить корабли в Индию через Атлантический океан, учитывая учение о шарообразности Земли. В 1492 году экспедиция Христофора Колумба пересекла Атлантический океан и достигла Багамских островов Америки. Колумб был уверен, что открыл морской путь в Западную Индию. Однако в новых землях не были найдены ни сокровища, ни пряности. Все четыре его экспедиции оказались убыточными для испанской казны. В 1497 году португальская экспедиция под началом Васка-да-Гама достигла берегов Индии, и доходы от плавания в десятки раз перекрыли затраты на организацию экспедиции. Так был открыт морской путь в Индию. Во второй половине XVI-XVII веков первенство в географических открытиях перешло к Англии и Голландии. Они стали активно исследовать Северную Атлантику. Путешествия Джона и Себастьяна Каботов и экспедиция Жака-Картье положили начало освоения территории современной Канады в XVI веке. В начале XVII века голландскими мореплавателями было открыто северо-западное побережье Австралии. В середине XVII века Абель-Тасман открыл Новую Зеландию и острова Тонго и Фиджи. В результате географических открытий, совершенных европейцами, центр мировых торговых путей сместился из Средиземноморья в порты Атлантики. Были проложены важнейшие морские пути, связавшие материки между собой. Итальянские города Венеция и Генуэ, германские гонзейские города оказались в стороне от мировой торговли и пришли в упадок. Лиссабон в Португалии, Севилья в Испании, Антверпен в Нидерландах, имевшие выход в Атлантический океан, стали новыми торговыми центрами. Подъему европейской экономики способствовали завезенные в Европу новые сельскохозяйственные культуры – картофель, кукуруза, помидоры и другие колониальные товары. Большое количество золота и серебра, привезенное из колоний, привело к повышению цен на товары и резкому снижению покупательской способности денег. Революция цен стала разорительной для всех, кто получал фиксированную зарплату, и выгодной для тех, кто производил и продавал товары. Вместе с тем географические открытия положили начало чудовищному порабощению и истреблению народов открытых стран, ставших для европейских искателей наживы объектом самого беззастенчивого грабежа и эксплуатации. Вероломство, обман, потребление местных жителей были основными методами завоевателей. Колониальная система, возникшая в результате географических открытий, способствовала накоплению в руках буржуазии в Европе больших денежных средств, необходимых для организации крупного капиталистического производства, а также издавала рынок сбыта для его продукции, являясь таким образом одним из рычагов процесса так называемого первоначального накопления. С установлением колониальной системы начал складываться мировой рынок, что послужило мощным толчком к зарождению и развитию капиталистических отношений в Западной Европе. Эпоха Возрождения, распространение идей гуманизма, формирование светских ценностей, а главное расширение географических горизонтов известного европейцам мира и осознание, что Земля огромна и многообразна, поставили под сомнение авторитет и учение католической церкви. Более того, жажда наживы охватила духовенство и церковь. Священники занимались вымогательством. Продажа индульгенций, должности священнослужителей можно было купить, вводили сложные обряды. Все это вызывало протест простых христиан. Начало реформации связывают с именем Мартина Лютера, ученого-монаха, жившего в Германии. Он открыто выступал против торговли индульгенциями в 1517 году. Мартин Лютер утверждал, что не должно быть посредников между Богом и человеком, так как священники не обладают каким-то особым даром по сравнению с мирянами. Церковь не должна владеть богатством и землями, их следует у нее отобрать, а монастыри закрыть. По его мнению, спасение человека не зависит от церковных таинств, обрядов и жертв в пользу церкви, а достигается чистой верой. Христиане должны повиноваться священному писанию, а не папе римскому. В 1520 году папа римский отлучил Мартина Лютера от церкви и от инквизиции, его спасли немецкие князья. Взгляды реформатора нашли поддержку у светских правителей Германии, которые давно мечтали завладеть землями церкви и не желали платить десятину. В первой половине XVI века лютеранство распространилось в Австрии, скандинавских странах, Венгрии и Франции. Вслед за лютером с проповедями о создании новой церкви выступил Жан Кальвин, 1509-1564, обосновавшийся в 1536 году в Женеве. Кальвин дополнил лютеранство своим учением о предопределении. Он утверждал, что одних людей Бог избрал, предопределил к погибели, других избранных – к спасению и вечному блаженству, независимо от их нравственных поступков. И изменить здесь ничего нельзя, следовательно, избранник Бога является человеком удачливым, а в этот исторический период удачей считалось умение зарабатывать деньги. Такое учение идеально подходило представителям зарождающейся буржуазии и активно ею поддерживалось. Таким образом, учение Жана Кальвина, кальвинизм, сыграло большую роль в первоначальном накоплении капитала, в идеологической подготовке буржуазной революции в Нидерландах и Англии. Сторонников реформы католической церкви и противников верховенства Папы Римского стали называть протестантами. Католическая церковь проводила политику активного противодействия реформации. Папство не желало мириться с потерей своего влияния. В Западной Европе в XVI-XVII веках развернулась острая борьба между протестантами и католиками. Эта политика католической церкви получила название контрреформация. Военной и политической опорой католической церкви в XVI-XVII веках были австрийские и испанские габсбурги. Особую роль в борьбе с реформацией и распространением католической религии в других частях мира сыграло общество Иисуса или Орден Иезуитов, созданный католической церковью. Его возглавил испанский дворянин Игнатий Лайола. Благодаря усилиям Ордена, Южная Германия, Австрия и протестанты Речи Посполитой вернулись в лоно церкви, а многие народы Южной Америки были обращены в христианство. Реформация подорвала духовные и экономические основы католицизма. Европа, которая еще недавно исповедовала одну религию, оказалась разделенной на два враждебных лагеря. В Италии, Испании и Португалии, где сохранилась католическая религия, преследовали протестантов, а в северных государствах Англии, Шотландии, Швеции и части Германии, принявшие протестантизм, преследовали католиков. Все это сопровождалось гражданскими и международными войнами. В середине XVI века в Германии вспыхнула война между протестантскими и католическими князьями. В итоге подписание «Аугсбургского мира» в 1555 году восторжествовал принцип «чья власть, того и вера». В ночь на 24 августа 1572 года произошло массовое уничтожение протестантов во Франции, которое вошло в историю как Варфоломеевская ночь. Эта религиозная война привела к смене династии в государстве и принятию первого закона о свободе вероисповедания, Нанский эдикт 1598 года. Одной из причин революции в Нидерландах также явились противоречия между католиками и протестантами. Революция началась с иконоборческого восстания 1566 года и жестких мер инквизиции в действиях Кровавого Совета под руководством Вильгельма Аранского. В 1579 году северные протестантские провинции Нидерландов объединились в Республику Соединенных Провинций Голландию. Победа революции в Нидерландах означала установление буржуазных отношений в стране. Особенно разрушительный характер имела Тридцатилетняя война 1618-1648. Первая общеевропейская война. Несмотря на первоначальный успех, Священная Римская империя и Испания потерпели поражение. Франция и Швеция, наоборот, возвысились, укрепили свое положение и вошли в состав великих держав в Европе. Согласно Вестфальскому миру, в 1648 году в Европе произошли территориальные изменения. Протестантская церковь уравняла свои права с католической. Появилась международно-правовая основа системы международных отношений. В раннее новое время в Западной Европе стал формироваться капиталистический строй. В ряде стран появились сельскохозяйственные орудия нового типа. Сеялка, молотилка, легкий плуг стали применять севооборот. Постепенно сдавали свои позиции феодалы. Система вассалитета изжила себя в условиях централизации государств. Менялось и положение крестьян. Наемный труд в сельском хозяйстве приносил большие доходы. Крестьянам давали личную свободу и переводили на товарно-денежные отношения. Часть крестьян разорилась и стала батраками или пополнила ряды городской бедноты. Община утратила свое значение. В городах усилилось политическое влияние богатых купцов, предпринимателей и ремесленников. Новый общественный слой буржуазия стал самым влиятельным в городах. Наряду с буржуазией возник слой люмпинов – городская беднота, крестьяне без земли, наемная рабочая сила. Духовенство также утратило свое прежнее единство и влияние. Утверждение протестантизма в ряде стран Европы повлекло за собой серьезные изменения в духовной жизни. На первый план выходили прагматизм, здравый смысл, расчет, знания и опыт, при этом принципы морали обосновывались текстами священного писания. Изменения произошли и в повседневной жизни европейцев. В ряде стран происходила промышленная революция. Развитие техники, появление мельницы, предельного колеса, тачки, огнестрельного оружия и тому подобное облегчило труд людей. Великие географические открытия улучшили качество питания европейцев благодаря появлению новых продуктов – картофеля, кукурузы, помидоров и т.д. Знакомство с восточными цивилизациями привело к улучшению санитарно-гигиенических норм жизни. В раннее новое время сформировались новые экономические и социально-политические основы буржуазного общества. Субтитры создавал DimaTorzok